всем привет с вами снова мурашник прошлое видео в котором я сделал панель house получила ваше одобрение а я получил свои невероятные 100 лайков за что поскорей выкладываю новое видео нам кажется даже удалось показать ролик май анс жаль что он не отметил свое присутствие в комментариях но как вы могли догадаться я распаковываю жильцов этого формикария древних муравьев панера карактата которых мне для блога на канале прислал товарищ и подписчик сашко махницкий это украинский поставщик муравьев его региона в продаже вы периодически можете найти фалаксов светлой морфы каких-то темнов и жнецов а главное тоже панеру по низкой цене а вот и мои панеры в пробирке с землей голодные наверное три дня ехали переселил я их самым быстрым и безопасным способом вытряхнул на арену кисточкой пересадил матку и несколько рабочих гнездо а землю с арены которую так яростно не хотели покидать рабочие медленно перетаскал кисточкой и за пару дней панеры полностью переселились в затемненные красной пластинкой камеры гнезда всего ко мне приехала около 30 рабочих и одно яйцо но матка не капризничала и отложила мне еще несколько основная сложность этого вида это кормление этот вид давно уже по праву носить титул лучших муравьев для мазохистов ведь это панирины с ними и так всегда сложно а тут еще и мелкие такие кожаев свое время успел намотаться с ними в ежедневных поисках лесных многохвосток я же представить не могу где взять столько еды на каждый день которую едва ли можно видеть невооруженным глазом я уже неоднократно упоминал о том что кормить их нужно каждый день или хотя бы через день ибо едят они ну очень много и только живой белковый корм мне повезло мои догадки оправдались столь редкому сложному виду подошел обыкновенный знахарь да но не думайте что все так просто это обязательно должны быть живые личинки моли или же знахаря размером 2-3 миллиметра а также молоть тараканов придавленных тариков размером около 4 миллиметров панеры очень любят и да вы уже могли догадаться эти муравьи сделают вас не выездными так как кормить им вам придется хотя бы раз в два дня изысканной мелочью которую не так-то просто достать а также постоянно поддерживать высокую влажность этот вид ошибок не прощает стоит ли говорить что заводить их можно лишь бывалым мазохистом которые знают что делают а вот ради чего стоит страдать в первую очередь это крайне необычные коллекционные муравьи форма тела и окрас это нечто потрясающее вот только чтобы насладиться этим зрелищем рекомендую обзавестись микроскопом ибо размер рабочих 3 миллиметра а матка всего 4 еще это тренажер по панеринам у панер все как у всех и это очень интересно так как стоят они в разы дешевле а особенности содержания и разведения плюс-минус все то же самое если получилось с панерами то и с настоящими панеринами получится а вот в условиях украины и тому подобных местах где панерин в открытом доступе нет панеры станут еще и альтернативой гигантским собратьям по развитию моей колонии пока такие новости у них есть пакет яиц и он периодически продолжает пополняться матка кстати тоже прикольная небольшая такая и яйца но я бы не сказал что прям большие как у тех же темноторексов но достаточно тоже крупные развиваются они ну понятно быстрее чем крупные собратья у меня сейчас появилось несколько маленьких личинок я думаю продолжат развиваться и если влажность подойдет скоро будет пополнение касательно формика мнения были разные сейчас можно сказать что он им подошел мой друг писал что в связи с мелким размером панера они могут пролазить в щели под блоком и выбираться через камеры увлажнения что ж поначалу проблемы с этим не было хотя панерки таки пролазили под блоком и даже застревали в результате чего я потерял пару муравьев но если подложить под гнездо листочек бумаги то он уже не даст образоваться щели и никто никуда не лазит в остальном проблем пока нет разве что нужно дырки для увлажнения еще чуть-чуть расширить ибо пипетка не влазит пожалуй на сегодня все основы я рассказал остальные интересности и само развитие оставлю на потом ну что же с вами был мурашник и пантера карактата всем удачи всем пока